Олег, знаете, такое легкое как-то ныне. Ну вот у меня дочка вчера, она святая, да, ее взяли, там, что-то там у нее сердце, там, и кардиограмму у нее. Я пытаюсь таки же мне достучаться, что-то объясняю мягко, не мягко, но бесполезно, понимаете. Вот я думаю, что мы просто оставим, ничего не говорим вообще, что ли уже, вообще. Сестры у меня психиатр на хорах, та тоже такая, и вторая тоже ученая там все. Ну не знаю, я думаю, да я просто время тратил, да, наверное. И что? Ну, я совет жду, то есть думаю, как вы благословите, так я слушаю вас, поэтому все, как бы, веряюсь в ваши богопросвещенные такие наставления. Надо, не надо говорить, все не надо, ну бесполезно, понимаете, вот такое дикое противление, просто осаданилое такое, я думаю, ну, наверное, не надо ничего говорить. Тут по каждому делу надо смотреть обстановка, какой там Владимир Учитель и прочее. У меня на днях такая история была. Мы тут, как сказать, отмазку делали, около дому. Ну, там стояли, и стояла труба, азбестовая. Вот метр восемьдесят два. Вчера ее замерили, все. Толщина ее, смотреть, двенадцать с половиной сантиметров, а толщина один и два десятка сантиметра. Вес ее девятнадцать килограмм. И внизу, когда выбирали, она стояла вот так вот, наклоненная. А мы выбирали и даже не заметили ее. И она со всего размаху ударила меня по голове. Вот все вопросы кончились. Но у меня оторваная пилотка, она в несколько слоев сложилась вот так вот. Вот я сейчас нуждаюсь в помощи, чтобы последствий не было. Вот представь себе, ну, почти двадцать килограмм с размаху. Ну, пока ничего, никаких последствий нету, я чувствую, что вроде не расколола череп-то. Не ждешь ничего, секунда одна, и ты уже на той стороне. Вот сказать надо, но все время помнить, что я смертный человек. Притом, рядом были братья. И именно в этот момент я сюда сунулся. Хорошо, что я. А то бы и другого ударило. Ну, что, загудело все. И вот уже третий день я и все еще никак не пойму, как оно у меня, обойдется или нет. Кому что сказать, не успел, раскаиваясь. Вот у нас сейчас нужда. Готовим мы издание трех-семитомника. Деньги заплатили, отрихтовали. Все готово. Печатать не могут, нет бумаги. Я даже не могу представить, как нет бумаги-то, когда эта типография большая. Был Можайск, сейчас не Можайск, Тверь. Говорят, что это одно и то же. Не знаю, тоже надо помолиться. Хотя бы начали. Вот Николай Сироткин там его посмотрел, и все, а так все, и запускать не будут. Сразу так, и здесь, и там. Деньги взяли, стукнули, и отошли в сторону. Так что, за все, слава Богу, нужно научиться благодарить. Так. Я благодарю. Хорошо. За Дарью помолитесь, отракуйся Дарья. Да помоги, Господи. Вячеслав не ушел еще? Все, спроси. Спроси, Вячеслав. Вячеслав, нет уже его? Здесь, здесь. Ну вот, разговаривали, это последнее, что издание для Слова Божьего нет уз. Что туда приложить? Вы как-то говорили об этом. Вот, из мракоязычества полностью надо. Она больше не входила нигде у нас. Что, из трехсот человек, называющихся православными, только один что-то знает. Какие исследования были? Сам Цепенникова была. Это такое. А потом, канон Андрея Критского, он для оглашенных составленный-то. Мы его возвели на вторую и третью ступень. Надо ли его туда ставить или не надо? У нас, так как больше нигде нету, то надо. Не надо. Ну вот, надо хорошенько узнать, что еще надо. Для слова Божья нету. С этим мы заканчиваем. Ну и готовьте там, где контейнер. Я считаю, что надо, надо. Как? Я считаю, что надо. Надо добавить это обязательно. Ну, понимаете, 1100 лет прошло, и топтались на одном месте. Я Егумену Сахару-то сказал, когда Кириллу-то. Он до того удивился. Я говорю, он сделал что? Анапиму VI Вселенскому Собору подписал. А когда одумался, ему тогда и пришла мысль вот такой составить канон. Канон для оглашенных, для грешников, как 50-й псалом у Давида. А мы его сделали, те же слова, те же события, но немножко переменули. Благодарение. И третье словословие. Пока только мы одни делаем это. А это может очень сильно людей тронуть. Что не просто считали, помилуй меня Боже, помилуй нас. Слава тебе Боже наш, слава тебе. Я могу скинуть от материал-то, и чтобы там посмотрели. Только смысловое. Да, у меня есть все есть. 204. И Цепенникова, и Андрей Критский. Да, да. Но оно, видите, как тут касается, для слова Божия нет уст, все наши документы, какие были. Даже голос Америки в Америке, когда я был, выступал, проповедь сказал. Ну, небольшую. И она тоже в книге занесенная. То есть моя переписка, судилищ, как, это все опыт большой. Еще я мог бы там поставить такое, как бы, большие уроки для того, кого арестовали впервые. Они не знают, как себя вести. Мне бы с кем-то переговорить, а он бы тогда написал это. Как я в камеру захожу. Как вести себя на этапах. Это уроки очень серьезные. А они нигде не описаны. Ни у кого. Был, ушел. А я везде все внимательно смотрел и записывал, и стихотворение на эту тему. Так что у нас материал, конечно, будет больше, как вот к истину православию-то. Ну, и вещи-то крайне необходимые. Потому что мы на перепутье стоим. Я очень рад, что вы так молитесь за Андрея Белоусова. Вы приняли мою скорбь, чтобы Господь сохранил его. Уже четыре покушения было. Безумие. Притом депутаты, и притом из разных политических направлений, одинаково все. Грабили. Он на 11 триллионов сразу только освободил. Которые на пенсию должны были идти. Вот такое дело. Так, Александр. Вы сделали дело Божье. Благодари Бога. Что Бог посылает, благодари. Научиться благодарить за все. Ибо такова воля Божия во Христе Иисусе. Ну, все тогда, если никого нету больше. Есть, есть. Можно задать вопрос? Давай. Игнатий Тихонович, вот вопрос такой, что почему вот в мире как бы ревность, ревность плотская вот как бы ослаждается, а духовная ревность хвалится. В чем разница просто? В первую очередь ревнует, это и мусульманин ревнует. Он ее как в мешке носит, четыре жены свои. Речь о прихоти, ревность. Ревность – это серьезный недостаток. Это не рад жизни будешь, если жена будет ревновать тебя или ты ее. А здесь в божественном ревновать о Боге. О Боге, чтобы люди правильно понимали и исполняли. Вот сейчас, вот как у нас от сестры накрытые, вот мы сейчас, ну выцела большая там картинка, можно сказать, не одна. Который вот платок закрытый, ни одной волосинки не видать. У них все по-другому идет. Вот сегодня начинают понимать, что вот у женщины закрыть волос уже, а у мужчин это борода и пояс. И выставляют людей, которые, да, которые нет. Разница большая. Из-за пояса некоторые у нас даже из деревни выехали. Так что ревность о Боге, ревнуя о Боге моем. Почему? Потому что я, церковь, это его невеста. Его невеста. И поэтому Господь ревнует о нас. А мы ревнуем о том, чтобы любовь показать. Если любишь, соблюдите заповеди. Надо внимательным быть. Да, я православный. И поэтому я могу легко доказать. Вот, послушайте, он ко мне на день вышел, Мегрел. Грузия. У него столько недостатков православия. И надо, не надо, а сам не церкви. Но ролик будет такой. Страшная жизнь. Ничего нету. Только одно видит, не то, не так. Я ему материалы скинул, он замолк. Мы ревнуем о Боге. А Бог ревнует о нас. Ибо мы его наследники. Он нас выкупил из плена. Мы валялись никому не нужные. Никому. Ты в крови лежала, говорит он. Но я принял тебя как невесту. Это в божественном плане. Тут ошибки никакой нет. Так что вопрос хороший. Так, все. Так, понял, Алексей? Да, понял, благодарю. Да, слава Иисусу Христу. Так, ну все, никого нет, закрываюсь. Так, ну все.